Фигура уже была готова, но в последний момент, признают у скульптора, показалось, что такой поворот ладони выглядит неестественно. Пришлось переделывать. Мастера говорят, они только орудия. Скульптура материализуется сама, такой, как ей нужно. И здесь важна каждая деталь. Мелочей нет. Женщина получила скорбную весть о смерти сына, но она не сломлена. Во всей фигуре стремление вперед, как некая надежда на будущее. В чертах лица страдания, но и уверенность. Она сможет жить дальше. И даже рука, прикрывающая рот, не случайна. А именно этот жест, это глаза-то видит, она не закрывает глаза. Она продолжает смотреть в лицо опасности. В общем-то, в этом. Она закрывает просто эмоции, чтобы не сказать ничего, чтобы не закричать. За спиной у женщины крылья, которые словно приобнимают ее. Некая защита, присутствие духа, который даже в такую страшную минуту не теряется и помогает все пережить. Это собирательный образ всех городских женщин военного времени, которые, в отличие от сельчанок, не были готовы к тяжелому труду. Для Кристины Цибер эта работа связана с личными переживаниями. Ее бабушка, родословная дворянка, стала героем труда. Она не была готова к этому ни физически, ни морально. То есть она была абсолютно воспитана в других условиях. Родилась она, в общем, до революции. Была вместе с мамой, которая была совсем рафинированная такая барышня, выкинута на улицу. Ну, собственно, тяжелая судьба. Внешне, кстати, абсолютно не похожа на мою бабушку. Скульптура будет стоять в сквере Родина. Мастера говорят, место очень хорошее и подходящее. Мы делаем не скульптуру, которая должна своим авторитетом давить на граждан, которые к нему подходят. Вот это не великие вожди, а это женщина, которая должна быть близка к восприятию, пониманию, поэтому она не должна быть большой очень. Процесс работы над памятником оценил председатель Гордумы Александр Фетисов и руководитель Департамента культуры Татьяна Шестопалова. Замечания, которые возникали на стадии эскиза, грубоватые черты, тяжесть фигуры исчезли. Действительно, женщина-мать, она получается женщиной очень красивой, которой являются все поколения женщин наших самарских, куйбышевских, волжских. Идея установить памятник в Самаре принадлежит спикеру Гордумы Александру Фетисову. Из нескольких предложенных вариантов самарцы путем народного голосования выбрали именно этот. Памятник женщине-матери будет установлен в сентябре на день города. Марина Матвеевична, Павел Пресняков, События.